Чему воздержание привлекает девушек? В этом видео я расскажу, как привычка наяривать своего дракона убивает любое желание к девушкам. Почему ни одна адекватная женщина не будет встречаться с дрочером? И как связана твоя необщительность и страх девушек с просмотром порно? Наверняка у тебя в жизни были ситуации, когда тебе понравилась какая-то девушка. На работе, на учебе, неважно. И придя домой, все мысли были именно про эту девушку. Ты представлял ее голой на фотках, дрочил на свои фантазии и просто забивал. Секунду тебе становилось неинтересно. Подрочил и как будто и не было и никакой девушки. Почему так происходит? Все дело в том, что мозг не отличает фотографии от реального человека. Он не видит разницы между порнографией на экране и реальной жизнью. Что происходит в тот момент, когда ты достаешь своего удава на фотке понравившейся девушке? Это все просто. Мозг считывает это как твою награду. Что ты добился внимания этой девушки. И вот ты уже ее оплодотворяешь. Дофамин вырабатывается как бешеный, чтобы ты закончил начатое. И вот ты подходишь к финальной точке и полностью теряешь интерес. Все банально просто. Но, к сожалению, это фейковый результат. В твоей жизни не появилось девушки. А удовольствие ты испытал невероятное. Получается, что ты обманываешь сам себя и отбиваешь любой интерес к противоположному полу. Потому что мозгу ты показал какой-то крутой альфач, что с тобой общаются красивые девушки. Но по факту это не так. Поэтому, если ты хочешь быть всю жизнь одиноким, необщительным, забитым человеком, начать дрочить вместо того, чтобы делать реальные действия по направлению к женщинам, это будет лучшее решение. Думаю, раз ты смотришь это видео, то наоборот хочешь найти классную девушку. У меня для тебя есть одна новость. Адекватная здоровая девушка никогда не будет строить отношения с дрочером. Даже если что-то у вас завернется, эти отношения будут очень далеки от адекватных. Но почему так? Почему, если ты дрочишь в отношениях, все будет плохо? Эта тема на самом деле довольно обширная. И исследований проведено уже очень много. Если постоянно смотреть порно и видеть, как женщины превращаются в этих видео в куски мяса, то ты и начинаешь к ним относиться как к кускам мяса. Пропадает личность человека и остается только сексуализация. Также многие женщины орут, что вот мужчины это агрессоры, насильники и так далее. Так вот, в исследовании изучался этот вопрос. Мужчины, которые смотрят порно на постоянной основе, с большей долей вероятностью поддерживают насилие над женщинами. Просмотр порно связывают с сексуальной агрессией в семи странах. Поэтому, когда очередная женщина что-то будет рассказывать про агрессию, можно предоставить эти факты и спросить, а кто в этих фильмах, собственно, снимается. Женщины. Развратные шлюхи также вносят вклад в то, чтобы общество становилось таким, каким оно сейчас становится. Также просмотр порно приводит к снижению преданности партнеру. То есть от того, что кто-то в отношениях из партнеров смотрит порно, увеличивается вероятность измены. Воздержание же от порно делает человека более способным сдерживать свои импульсы, более экстравертным, дисциплинированным и менее невротичным, что, собственно, отлично влияет на любые отношения в паре. Хорошо, раз это так плохо, то что же нужно делать, чтобы перестать душить своего удава? Смотри, у тебя есть два пути. Первый путь – это путь грубой силы. Ты можешь пытаться воздерживаться на силе воли, считать дни воздержания, ставить блокировщики порно, а потом их точно так же убирать. А можешь выбрать другой путь – путь интеллекта. В освобождении от порно-зависимости мне помог именно этот путь. Я изучил секреты китайских врачей, которые не воздерживаются на силе воли, не считают дни, а применяют эффективные инструменты для борьбы со своей зависимостью. Этот подход я назвал интеллектуальным, и именно об этом я написал свою статью, которая поможет тебе освободиться от порно-зависимости. Ссылка будет в описании. Так все-таки, как связана необщительность и страх девушек с просмотром порно? Изучая исследования, которые сейчас всплывают у вас на экране, можно смело сказать, что порно вызывает у мужчин повышенную интроверсию, снижение уверенности в себе, низкую самооценку и нежелание контактировать с женщинами, да и с людьми в целом. Надеюсь, теперь ты понимаешь, что перестав смотреть порно, ты становишься более уверенным в себе человеком. И таким тебя начинают видеть и девушки, поэтому воздержание действительно способно привлекать женщин. Оставляй комментарий «девушка с пирогом», а я вам всем напоминаю, быть сильным – это выбор. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова